РНПО за это время проводило работу над стратегией по деоккупации Крыма, но, к сожалению, по сегодняшний день таковой стратегии документа не существует. Я как раз-таки один из тех, который в том числе работал в качестве экспертной группы общественной, которая делала предложение по разработке стратегии деоккупации Крыма или интеграции Крыма в других группах на территории. В декабре месяце Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму и как раз в этой резолюции впервые в истории человечества или в истории ООН страна Россия называется страной оккупантом, а Крым, Севастополь называются оккупированной территорией. Так вот, оккупация, то есть деоккупация это процесс, когда прекращается или ведется к тому, чтобы государство оккупант освободило эту территорию. То есть прекратились, скажем, и так называемые правовые действия и контроль полностью над этой территорией. Когда мы говорим о реинтеграции, мы должны полностью ввести Крым и Севастополь, как высшие оккупированные территории, в правовое поле Украины. Соответственно, мы должны восстановить все органы государственной и исполнительной власти всех уровней. Мы должны восстановить местные советы. Это и проведение выборов, а может быть первоначально нужно будет создавать временные какие-то комитеты, потому что сразу мы же понимаем, население, находясь под совершенно другим влиянием информационным, соответственно, совершенно начинает менять мнение или может быть оторвано от тех процессов, ведь Украина не стоит все равно на месте, она движется. И поэтому эти процессы, когда мы должны ввести в правовое поле, это первое. Второе, мы должны восстановить все институты государственной власти Украины на бывших оккупированных территориях. И, соответственно, наладить все экономические связи, чтобы обеспечить, скажем, рабочими местами, продуктами питания, и, соответственно, наладить все экономические связи. Один из важных шагов, который необходимо сегодня предпринять, это все-таки отменить или хотя бы изменить данный закон о свободной экономической зоне Крыма. Потому что для обычных людей он не несет никакой помощи, а только создает проблемы. Далее появилось такое постановление, как 367. Как раз таки это постановление регулирует вопросы пересечения административной границы с временно оккупированными территориями. И здесь возникли ряд ограничений, когда люди не могут провести своих детей. Когда, допустим, иностранные граждане, которые хотят попасть в Крым, они должны специально получать разрешение. И мы пытались предусмотреть все эти моменты, но, опять же, здесь возникают достаточно серьезные проблемы. Но, в первую очередь, проблема, когда из оккупированной территории человек, если с детьми хочет приехать в Украину, не оккупированную, то на материнскую часть, то по возвращению обязательно должны оформить паспорта на этих детей. А это очень дорого обходится, потому что на это нужно время, значит, нужно где-то проживать, чтобы оформить эти документы. Ну и, кроме того, финансовые средства. Потому что мы часто слышим на слуху у тех же политиков, когда они говорят, что нам важно не столько вернуть территорию, сколько вернуть людей, да, или сохранить людей. Но лично моя позиция, что нам нужно возвращать и территорию, и сохранить доверие людей, которые еще верят в Украину, верят в нас. Настоящая независимость Украина все-таки получает, и украинцы, я имею в виду, разные ценности получают сегодня. И свои права и свободы надо бороться. Да, не будет легко, да, будет сложно, но при всем том, это не говорит о том, что если мы сегодня сдадим Крым, мы потеряем, опять же, а как же нам в лицо посмотрят наши люди? Ведь еще буквально вчера мне звонили из Крыма и говорили о том, что мы все-таки на вас рассчитываем, мы на вас надеемся, мы хотим видеть конкретные действия. И на декабрь месяц 2016 года 29 556 человек, которые получили статус вынужденных переселенцев. При всем том, эту цифру можно смело умножить в полтора-два раза. Потому что здесь не учитываются студенты, здесь не учитывается ряд людей, которые на самом деле переехали, но не зарегистрировались как нужные переселенцы. На начальном этапе были в 2014 году люди, которые приехали, но, скажем, не найдя себя, уехали снова в Крым. Кто-то снова остался там, кто-то снова приехал на материковую часть. Поэтому в процентном соотношении очень тяжело проследить, потому что никто этим целенаправленно, скажем так, не занимается, кроме той регистрации внешних переселенцев, которой занимается системой Министерства социальной политики. Продолжение следует...